Повсеместная помощь. Казахстанцы собирают деньги и предметы первой необходимости для пострадавших в Турции. А в зоне бедствия продолжают работать спасателям. Последняя информация через пару минут. Несладкие перспективы. Казахстан обеспечен собственным сахаром всего на 40%. Почему в стране дефицит белого песка и как решают вопрос продовольственной безопасности? Жили нету жили. В Шемкенте планируют отремонтировать больше сотни ветких многоэтажек. Почему не все жители готовы покинуть свои квартиры? Активизировать работу по раскрытию преступлений против общественности и журналистов поручил президент главе МВД. Сегодня Хасамжумар Тукаев провел встречу с Маратом Ахмеджановым в аккорде. Глава МВД доложила о криминогенной обстановке в стране. Министр также сообщил о первых результатах пилотного проекта по проверке сотрудников полиции на добропорядочность. Кроме того, Ахмеджанов информировал президента о ходе кампании по легализации иностранных авто. В результате принятых комплексных мер как законодательных, организационных, профилактических мероприятий и имеется тенденция к снижению тяжких и особо тяжких преступлений. К примеру, количество зарегистрированных умышленных убийств снизилось на 40%, количество граждан на 34%. Хулиганство и разбоев также имеют тенденцию к снижению. Поисками пропавших граждан Казахстана в Турции занимается группа спасателей и кинологический расчет. Сегодня утром они прибыли в город Хатай. Там, предположительно, под завалами находятся наши граждане. Об участии казахстанских спасателей в поисковой операции президенту докладывал министр по чрезвычайным ситуациям. Сотрудники МЧС, несмотря на сложные условия, выполняют поставленные задачи. Также стало известно, что глава государства поручил правительству направить гуманитарную помощь в Сирии. Казахстанские спасатели рассказали об обстановке в Турции. По словам вице-министра по чрезвычайным ситуациям, поисково-спасательные работы продолжаются в трех населенных пунктах. Это города Газиантеп, Нордагы и Катай. Как вы видите, на этом участке сейчас, на данное время, проводятся инженерные работы. По демонтажу верхних этажей разрушенного здания. Также на двух участках наши спасатели с кинологической службой продолжают поисковые спасательные работы. При этом используя специальные гидравлические аварийно-спасательные инструменты. Взаимодействие с посольством Республики Казахстан налажено. Также активно взаимодействуем местными органами управления, также с чрезвычайными службами Турецкой Республики. Все необходимые оборудования у нас имеются, работа продолжается круглосуточно. В Туркестане стартовал межправительственный форум стран Центральной Азии. Организован он впервые. Участие принимают делегаты из пяти стран. На повестке несколько важных вопросов, в том числе совместное использование трансграничных рек и межгосударственное сотрудничество. Чем уникален форум и почему он важен для сплочения государств региона в следующем сюжете. В большом зале готовятся встречать гостей. Завершают последние организационные детали. Вывешивают флаги, проверяют микрофоны. Уже завтра тут состоится основное пленарное заседание. За круглым столом соберутся парламентарии из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Ранее они уже встречались, но не в таком формате. Вопросов для обсуждения много. Понятно, что форумы такого уровня – это сам по себе согласие всех стран ратифицировать, приехать, собраться. Это уже большой шаг вперед. Сотрудничество с соседями в условиях геополитических разломов и многочисленных конфликтов в мире, по словам политологов, позволит двигаться всем в одном направлении, чтобы сохранить мир. Особенно эксперты отмечают значимость позиций Казахстана и Узбекистана, которые на собственном примере показывают вектор, по которому стоит двигаться. Это дружба, сотрудничество и развитие. Законотворческой властью является именно парламент. Поэтому то, что депутаты получили такой легальный инструмент, легальный канал по совместному гармонизации, именно договоренностей, созданию новых договоренностей, уже через по депутатской линии. Но это такой очень большой шаг, о чем, собственно говоря, изначально договорились главы государств в прошлом году. По итогам форума участники намерены принять Туркестанскую декларацию. В будущем подобные заседания планируется проводить регулярно на территории разных стран. Проведение форума – инициатива президента Казахстана Хасымжомарта Тукаева, которую он озвучил на четвертой консультативной встрече глав государств Центральной Азии в июле 2022 года. Рауль Габитов, Ербулат Абишев, Хабар, Туркестан. Посылки с гуманитарной помощью отправили в Турцию из Астаны. За два дня в посольстве Турции получили 96 посылок. Представители ассоциаций казахстанских и турецких бизнесменов отправили на официальный благотворительный счет 100 тысяч долларов. Выражая благодарность казахстанцам, которые оказывают повсеместную помощь Турции, для волонтеров и желающих написать в нашу книгу соболезнований, наше посольство открыто до 7 вечера. А в целом мы работаем круглосуточно, собираем поступившую гуманитарную помощь для отправки в Турцию. Сбор средств для оказания помощи пострадавшим в Турции объявили в Туркестане. Счет открыли местные активисты. Первыми на призыв откликнулись предприниматели. Всего за один день они собрали около 25 миллионов тенге. Внести свою лепту могут и обычные жители, при этом не обязательно деньгами. По словам организаторов, желающие могут передать в Турцию гуманитарную помощь. Туркестан считается родиной всех тюркских народов. Все они считают наш город своей духовной столицей. Поэтому мы не можем остаться в стороне в такой момент. Мы готовы собрать деньги и гуманитарную помощь для жителей Турции. В области ЖТСУ готовятся к паводкам. В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются сильные осадки. Они могут спровоцировать стоки с горы и подъем уровня воды в реках. Уже намечено 6 паводкоопасных зон в 5 районах области. Сейчас в регионе чистят каналы и арыки, строят искусственные дамбы. Также устанавливается система оповещения населения. На территории области имеется 113 гидротехнических сооружений. На сегодняшний день паводка, обстановка по области ЖТСУ стабильная. По информации акиматов районов городов, очищено более 400 километров арычной сети и 300 километров каналов. А также более 500 трубчатых переходов и мостов. В случае осложнения обстановки на ликвидацию возможных черешняных ситуаций паводков, силы средства ДЧС в области ЖТСУ переведен на усиленный вариант несения службы. Противопаводковые мероприятия проводят и в ОКТОБЕ. Там коммунальщики вывозят снег. Особое внимание уделяют частному сектору. С приходом тепла там может затопить дома. Представители коммунальных служб работают в круглосуточном режиме. Ведутся работы по удалению наката калии с остановочных карманов. В основном с центральных улиц сейчас закончились. В данное время работы ведутся в старой части города. Это Некрасово, Бирсиево, Алтинсарино. В 2022 году в это время мы на снежный полигон вывезли 280 тысяч кубов снега. В этом году мы вывезли 107 тысяч кубов снега. Казахстан обеспечен сахаром собственного производства лишь на 40%. Сегодня в столице обсудили проблемы и перспективы этой отрасли. Сахара в стране не хватает из-за катастрофически низкого урожая и некачественного сырья. Для решения этих проблем в стране планируют внедрять кластерный подход. Также правительством принят комплексный план по развитию сахарной отрасли. Среди них увеличение пассивных площадей, снижение НДС, субсидий для производителей сахарной свеклы. Мы увеличили объем квоты на ввоз сахара сырца и белого сахара из-за границы с 350 до 450 тысяч тонн. Надо понимать, что примерно годовая потребность Казахстана где-то 550 тысяч тонн. Это во-первых. Во-вторых, сама Российская Федерация в рамках согласования товарного баланса увеличивает сейчас объем поставок в Казахстан со 150 до 270 тысяч тонн. Плюс, дополнительно, то что мы говорили, выделенная ликвидность сахарным заводом на этот год запланирована 43 миллиарда. Мы будем стараться не допустить никаких резких колебаний на сахар. В Шемкенте реализуют масштабную программу реновации. Больше сотни ветхих домов, построенных в 50-е годы, планируют обновить. Деньги на это выделят инвесторы. Сейчас ведутся переговоры с жильцами. В городе уже прошли первые общественные слушания. Катерина Попкова продолжит тему. Шемкент ждет масштабная программа реновации жилищного фонда. Местные власти решили вместо ветхих домов возводить современные жилые кварталы. Согласно данным Управления жилья, в мегаполисе 107 домов достигли критического износа. Их необходимо сносить. Но прежде чем реализовать масштабный проект, придется договориться с каждым владельцем квартиры. Этот старый район Шемкента стал лидером по количеству жилья, подпадающего под программу реновации. Большая часть домов здесь была построена в 50-е годы прошлого века. Но есть объекты и постарше. Мы лет 15-20 только живем здесь. 69-го года дом. Новости о начале программы реновации Нина Абдулина ждала давно. Говорит, если условия предложат выгодные, то и соседи не против переехать. Мы хотим, чтобы было все как положено. Чтобы дали нам взамен жилье. Но чтобы было все как по закону. Если будут хорошие условия, то мы будем согласны. Программу реновации горожанам представили на общественных слушаниях. Сразу разгорели споры. Не все хотят съезжать. Многие уверены, их дома простоят еще много лет. Именно два дома 63-го года решили снести. Хотя у нас есть кондоминимум. Мы ни одного ответа на ваши реновации не получили адекватные. Реновация программы не будет проводиться, если стопроцентного согласия жителей не будет. Со всеми жителями будет индивидуально составлен договор трехсторонный. СПК гарантом будет выступать. У нас есть на сегодняшний день уже три инвестора, которые проявляют интерес. Есть конкретные районы. Это районы улицы 1-го мая, улицы Колдаякова и Туркестанская. Все будет осуществляться только с согласия жильцов. В управлении жилья также отметили, что в некоторых домах, которые попали в список, отсутствует либо просел фундамент. Этим жильцам переселиться советуют в первую очередь. Катерина Попкова, Нурмахамбик Муратов, Шымкент, Хабар. Больше 200 лифтов необходимо заменить в октябре. Срок их эксплуатации превышает 25 лет. В 10-ти многоэтажках подъемные устройства не работают. В этом году в областном центре планируют заменить 93 лифта. Модернизация лифтового хозяйства проводится с помощью государства. В нынешнем году на это выделят 751 миллион тенге. Это возвратные деньги. Там идет 0,1% на кредитной основе. Потом жители в течение 7 лет должны будут возвратить данные средства в бюджет. Бесплату не будут менять, потому что лифт является общей доливой собственности всех жителей. И у меня на этом все. Наши выпуски доступны на мультимедийном портале хабар.кз, YouTube-канале, а также в социальных сетях Facebook и Instagram.